Добрый вечер! Вы смотрите новости седьмого канала в студии Наталья Жабыка. Коротко, главные темы дня. Утром в пробке, вечером в очереди. Почему так дотянули, если ожидали? Почему ничего не дотянули? Вообще тепло водит. Утренний снегопад доставил хлопот водителям. Дорожные службы объявили о переходе на зимний режим работы. Впервые вместе. Недавно избранные краевые депутаты собрались на первую сессию. Парламент возглавил один из новичков. Стоит лишь штрафовать непривитых. Чтобы у нас коронавирус ушел в обычные заболевания, которые у нас как грипп регистрируются в определенные периоды, нам необходимо достичь уровня вакцинации 80%. Громкое предложение академика наделало много шуму. Но готовы ли власти и люди к таким мерам? Спорт становится выгоднее. Я настраиваю себе нужный мне вес для того, чтобы прокачивать определенную группу мышц. В следующем году можно будет вернуть часть денег, потраченных на занятия спортом. Но есть ряд условий. А теперь во всем более подробно. Дорожники объявили о переходе на зимний режим, а красноярские шиномонтажки теперь работают круглосуточно. После того, как город снова встал в пробках из-за ночного снегопада, к ним выстроились водители, которые еще не успели переобуться. Что творится в мастерских и когда специалисты советуют менять резину, смотрите в нашем сюжете. Ажиотаж, конечно, большой. Сегодня вот и станок, и компрессор постоянно летит что-то. Сегодня желающих сменить летнюю резину на зимнюю так много, что даже техника не выдерживает. Утренние пробки, сковавшие город из-за не растаявшего ночью снега, сподвигли водителей массово ринуться на шиномонтажки. Ведь завтра утром ситуация может повториться. Немножко побольше, конечно, с утра ажиотаж пошел. Но, конечно, подкреснуло сегодня, что снежок уже гололед. Это естественно, конечно. Что ждать-то, я не знаю. Но вот если сравнивать то, что мы же в мае по теплу ездим на шипах, ну и там, ну и здесь надо перебываться уже. Несмотря на то, что выпавший снег не стал для автовладельцев неожиданностью, многие оттягивали момент посещения шиномонтажки до последнего. Ведь погода, а то и дело меняется, да и для зимы еще рано. К тому же к выходным снова обещают тепло. А ездить на шипованной резине по прогретому асфальту, особенно с нынешними ценами на покрышки, многим автовладельцам кажется чем-то не очень разумным. Однако, постояв утром в снежной пробке, многие изменили свое мнение. Почему вы так дотянули, если ожидали? Почему ничего не дотянули, еще тепло будет. Ну и сегодня уже постоянно в пробке? Ну да, конечно. Дольше обычного? Да, дольше. На Красрабе постояли, на Коммунальном постояли, везде, на Брянской. Но обычно нет? Но обычно нет такого сильно. То, что снег останется лежать на городских дорогах, многие не верят. Есть и те, кого пугают не пробки, а заснеженные дороги за городом, по которым на летней резине далеко не уедешь. Он растает через несколько дней, по прогнозу он растает. А зачем ты так разговариваешься? А мне за город ездить нужно, внучку отвозить. А там скользко уже, там снег. Несмотря на то, что снег в городе окончательно, а в ближайшие дни вряд ли ляжет, работники шиномонтажных мастерских советуют водителям не медлить и переобуваться. В моем понимании переобувать на зимнюю резину нужно машину, когда включили отопление. Мы большую часть времени на самом деле ездим по асфальту, по сухому асфальту. Колеса мы никак не можем испортить. Только если мы ездим на зимней резине, в реально жаркую погоду. Сегодня снег в городе растаял к обеду, чего не скажешь про загородные трассы. Там уже несколько дней коммунальные службы ведут борьбу с гололедом. Перейти на зимний режим готовы и в городе, однако будут смотреть по погоде. Снегоуборочную технику выведут, когда в этом возникнет необходимость. Но ждать, что снег сразу почистят везде, не стоит. Приоритет будет за наиболее проходимыми местами. Если погода меняется одномоментно и резко, то, конечно, направить технику на все участки улицы дорог одномоментно невозможно. В этом случае разрабатываются координационные планы, которые в первую очередь, согласно этим планам, техника направляется на магистральные улицы, где большой поток общественного транспорта, прежде всего, большие пешеходные потоки, либо это сложные участки, которые очень сильно влияют на заторовые ситуации. Несмотря на то, что сегодня на шиномонтажках был ажиотаж, переобулись еще далеко не все водители. Так что, если завтра ночной снег снова останется лежать, дорожный коллапс повторится. Поэтому, чтобы свести к минимуму утренние пробки, следует не тянуть резину, а менять ее. Дмитрий Пиминов, Виктория Мартоник, Илья Синькевич, 7 канал. Красноярцы жалуются, на проспекте Мира запретили парковку. Накануне на штрафстоянку оттуда вывезли около 20 автомобилей. Водители негодуют, их никто не предупреждал. Всегда на этом месте ставить автомобиль можно было, но с утра по правой стороне стоял знак запрета парковки. Раньше он действовал только с вечера пятницы по вечер воскресенья. Местные жители говорят, табличку с днями недели убрали, а знак оставили. Это сфера ответственности управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города. Там нам рассказали, знаки о запрете парковки действительно были. Они действовали в выходные дни, а на остальное время их зачехляли. Но чехлы кто-то сорвал. Эвакуаторщики, недолго думая, воспользовались ситуацией и увезли припаркованные автомобили. Сейчас в УДИП решили полностью демонтировать эти столбы. Напомню, запрет на парковку на проспекте Мира сняли в 2018 году. Новый председатель и больше заместителей в законодательном собрании в крае прошла первая после выбора в сессии. Новый четвертый созыв сегодня решал только главные организационные вопросы. Кто теперь возглавляет краевой парламент и как себя там чувствуют новички, расскажет Наталья Архипова. Половина этого созыва – новички в ЗАГСобрании. Многие сами себя выдают, осматриваются и знакомятся с теперь уже коллегами. Первая сессия любопытна и волнительна. Чтобы не растерялись, у каждого на столе инструкция. На что нужно нажать, чтобы проголосовать. А в планшете список нового состава. Всех сразу и не запомнишь. Есть в зале непривычные пока для ЗАЭС бирюзовые галстуки. В них пришли новые люди. Говорят, у них такой мерч. В партийном цвете и Александр Глесков с желтым галстуком. А представительница теперь уже партии «Зеленых» Ирина Иванова, видимо, по старой привычке, тоже в желтом. В целом новички говорят, принимают их хорошо. Я скажу так, очень много новеньких, поэтому нет ощущения какого-то. Знаете, меня все спрашивают, а дедовщина там будет? Я говорю, я скажу, если вдруг будет. Поэтому пока все комфортно, все взрослые люди, образованные люди. Поэтому я думаю, в этом смысле проблем не должно быть. А один из новичков стал председателем краевого парламента. Депутаты на эту должность выбрали Алексея Додатко. К слову, в списке кандидатов он был единственным. Остальные пять выдвинутых кандидатур взяли самоотвод. В том числе и спикер Заксобрания прошлого созыва Дмитрий Свиридов. Додатко, заступив на пост, сразу предложил увеличить число замов. Парламент стал более многопартийным в целом. В него входит на сегодняшний день шесть фракций. Поэтому я предложил вот такое решение, увеличить количество заместителей на одну единицу, для того, чтобы дать возможность партиям, имеющим наибольшее представительство в законодательном собрании, предложить свои кандидатуры на должность заместителей. Что, собственно, и произошло. В этот раз заместителями действительно стали представители разных партий. Сергей Нотаров от ЛДПР, Андрей Новак от КПРФ и Единоросы Дмитрий Свиридов и Сергей Попов. Последний сохранил свой пост вице-спикера, который занимал еще в предыдущем составе. Так же, как и в прошлом созыве, в законодательном собрании края будет 10 профильных комитетов. Очень рад, что в новом созыве все же большинство председателей комитетов, это люди, у которых есть опыт, которые занимались этими вопросами, которые глубоко погружены в эти вопросы, и им не потребуется полгода или год для того, чтобы, по крайней мере, понять вообще, что происходит вокруг. Следующая сессия уже через две недели, в конце октября. Главный вопрос, который предстоит разобрать на ней – корректировка краевого бюджета. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. О происшествиях. В Иландском полицейские задержали пьяного подростка. Он гонял по улицам города, нарушая все возможные правила, чем и привлек внимание горожан. Автоинспекторы попытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился, выехал на трассу и направился в сторону Каннска. На подъезде к городу его все-таки остановили. Выяснилось, что юный водитель купил автомобиль неделю назад. Прав у него нет. От меда свидетельствования отказался. Так как он все-таки достиг возраста привлечения к административной ответственности, то за все нарушения подростку грозит штраф до 40 тысяч рублей. Красноярцам пообещали магнитную бурю. В центре могут построить еще одну гостиницу, а в обращении запустят новую 100-рублевую купюру. Об этом и не только. Прямо сейчас расскажем в двух словах. Красноярцам пообещали магнитную бурю. Всплеск активности ожидается в полдень, геомагнитная обстановка будет неспокойной до вечера. Буря прогнозируется слабая, но все равно может негативно сказаться на самочувствии некоторых метеозависимых людей. Может заболеть голова, скакать давление, некоторые почувствуют слабость. Специалисты советуют в этот день поберечь себя и не работать на износ. В центре Красноярска запланировали строительство еще одной гостиницы. Она может появиться на улице Декабристов недалеко от органного зала, на месте старого барака. Выделенный участок уже изучили археологи. С их точки зрения его можно застраивать. Сам двухэтажный барак также не представляет ценности. Добавлю, что рядом с этим местом располагается комплекс деревянных зданий исторического квартала. Два года лишения свободы может получить Минусинец за то, что застрелил трех косуль. Автоинспекторы остановили его автомобиль на трассе. При досмотре в салоне нашли тушу животного и разделанное мясо. Охота на сибирских косуль сейчас запрещена. Мужчине насчитали ущерб в 420 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В следующем году в обращении появится новая 100-рублевая купюра. На ней по-прежнему будут изображены виды Москвы. Но вместо Большого театра появится Красная площадь, Зарядье, Шуховская башня и здание МГУ. Об этом сообщают известия. Вслед за 100-рублевкой до 2025 года Центробанк обещает обновить дизайн всех банкнот от десятки до пятитысячной. А теперь к данным оперативного штаба. В Красноярском крае резко выросло количество новых случаев заболевания коронавирусом. Сегодня плюс 419. Накануне было 406, а на выходных меньше 400. Несмотря на это, мы все еще не вернулись в десятку регионов страны с самой высокой заболеваемостью. Занимаем сейчас 12 место. Что касается динамики выздоровления, Сегодня в Красноярском крае она выше, чем обычно. Летальность держится на одном уровне. За сутки скончались 23 человека. Штрафовать за отказ вакцинироваться от коронавируса. С таким предложением вышел один из столичных вирусологов Александр Лукашев. Причем ежемесячно и по 5000 рублей. Что по этому поводу думают в Красноярске, Как еще можно стимулировать людей поставить прививку? Дина Володина продолжает тему. Сегодня одной из самых обсуждаемых тем Стало предложение ввести штрафы для тех, Кто не хочет вакцинироваться от COVID-19. Инициатива московских вирусологов вызвала у людей бурю негодования. Между тем в Краевом Минздраве и службе Роспотребнадзора заявили, В Красноярском крае заболеваемость растет. А значит необходимо привить 80% населения региона. Мы просто имеем рост заболеваемости. Пока мы отмечаем плавный рост. И связываем это однозначно с тем, Что уже почти 60% населения мы вакцинировали от коронавируса. Но для того, чтобы достичь значимого эффекта, Чтобы у нас коронавирус ушел в обычные заболевания, Которые у нас как грипп регистрируются в определенные периоды, Нам необходимо достичь уровня вакцинации 80%. Пока сложно. 80% это 1 миллион 778 тысяч человек взрослого населения. Пока из них прививку поставили 58%. Мы побывали в пунктах вакцинации. Очередей нет и, как рассказывают, давно. Недели три уже все спокойно. Мы вышли на улицу города, чтобы узнать, Что думают красноярцы. Нужны ли жесткие меры. Штрафование это нарушение базовых конституционных прав Каждого гражданина Российской Федерации. А также считаю, что это вообще личное дело каждого. Это является медицинской тайной, Которая охраняется 323-м и 157-м федеральными законами Российской Федерации. И, в общем, эту информацию о вакцинации, То есть человек получил прививку или нет, Должен знать сам человек и его лечащий врач. Но ни в коем случае. Ни работодатель, ни кассир в супермаркете, Ни там сотрудник, не знаю, каких-то охранных предприятий. То есть, нет, этого вообще быть не должно. Я думаю, что прививки надо делать всем. Я вот побывала там, в этой, за красной линией, И просто не хочу туда больше. Сколько надо будет, столько буду прививаться. И всем советую только прививаться. Зачем штрафовать? За что? Да лично каждого же прививка. Хочет, прививается, хочет, нет. А вы поставили прививку? Я нет. Почему? Не хочу, потому что не вижу в этом смысла. У меня хороший иммунитет. Я уже переболел. Вот это опыты просто какие-то проводят. Раз уже за это даже компенсации какие-то дают, я так поняла, слышала. Если вы поставили прививку. Но я не хочу ее ставить и не собираюсь. А штрафы, если будет штрафовать? Ну, на каком основании? А если у меня, например, какие-то противопоказания есть? Скорее нейтральная позиция. Я считаю, что у каждого человека свой выбор, привиться или нет. Ну, мы привились. В Министерстве здравоохранения края не знают, как стимулировать красноярцев поставить прививку. Главный внештатный гириатор рассказывает, сложнее всего болеют люди пенсионного возраста и приводят статистику. Проанализировав статистику по поступлениям и по смертности, у нас за 2021 год, сейчас приведу немножко цифры, умерло 33 человека и средний возраст этих людей 85,5 лет. То есть, сами видите, что это очень такой пожилой возраст. И если брать долю вакцинированных среди умерших, среди 30 человек, это два человека. В соседних регионах вовсю закручивают гайки. Хакасия, Новосибирск и еще в третьи регионов страны вводят систему QR-кодов. Посещать кафе, рестораны, бассейны и концерты теперь у наших соседей можно исключительно сертификатом о вакцинации. В Красноярске этот вопрос тоже обсуждают, но решение еще не принято. Дина Володина, Эдуард Баглай. Новости. И сегодня опрос, нужно ли штрафовать непривитых людей. Мы провели не только на улице, но и в наших соцсетях. Варианты ответов были такие. Да, штрафовать нужно, иначе пандемия никогда не закончится. Нет, нельзя, это слишком радикальная мера. И третий вариант. Нужны другие способы убеждения. И вот как в итоге распределились голоса к концу дня. Подавляющая часть наших подписчиков придерживается мнения, что штрафовать ни в коем случае нельзя. За этот вариант проголосовали 72%. Остальные голоса распределились почти равными долями между другими позициями. 13% считают, что только удар по карману может заставить людей привиться. Чуть больше 15% уверены, что можно найти другие способы убеждения. Вы смотрите новости седьмого канала, и мы продолжаем выпуск. Сегодня вторник, и в нашем эфире рубрика «Что с воздухом?» В ней мы рассказываем о состоянии атмосферы в Красноярске за минувшие семь дней. И слово моей коллеге Дине Володиной. Давайте посмотрим, чем мы дышали с 4 по 10 октября. Информация о мониторинге по стационарным постам наблюдения в Красноярске. Наиболее напряженный район в минувшие недели – это Черемушки. Здесь 4 дня подряд наблюдалось превышение бензопирена и формальдегида. В Северном и Солнечном 4 и 5 октября нашли бензопирен в Покровке. Помимо бензопирена 4 и 5 обнаружено превышение и взвешенных частиц, которые фиксировали также и 6 октября в районе Березовки. И к данным передвижной лаборатории на минувшей неделе на телефон горячей линии Министерства экологии поступило 36 звонков. 41 раз выезжали специалисты мобильной лаборатории. В 34 случаях были отобраны пробы воздуха. Зафиксировано 3 превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций. На улице Волочаевской в районе дома 44 нашли оксид азота и взвешенные частицы, а на республике в районе дома 51 – этилбензол. Напомню, в Министерстве экологии призывают красноярцев звонить на телефон горячей линии, потому что активность и неравнодушие людей тоже помогает выявлять незаконные источники загрязнения воздуха в Красноярске. И еще из важных новостей. Красноярск покинул первую десятку самых грязных городов страны. Руководитель Федерального Роспотребнадзора Светлана Родионова опубликовала список мест, где количество выбросов зашкаливает. На первом месте Норильской почти 2 миллиона тонн вредных веществ в воздухе за год. В рейтинг попали города, где развита металлургическая и нефтехимическая промышленности и используются грязные виды топлива. Красноярска нет. Конечно, это не значит, что воздух у нас в городе стал идеально чистым, однако ситуация постепенно выравнивается. Я напомню. В Красноярске закрывают малые котельные, постепенно переводят частный сектор на электричество. Старые, чадящие автобусы заменяют на более экологичный транспорт. Также постоянно мониторят и деятельность основных предприятий-загрязнителей, сверяют данные датчиков с показателями общественников и федеральных государственных структур. А сейчас традиционно сравним воздух в нашем Красноярске с европейскими городами. Оцениваем мы по показателю ПМ-2,5 из расчета 1 микрограмм на кубометр. ПМ-2,5 – это показатель содержания мелкой пыли в воздухе. И так, 11 октября, вот как обстояли дела. В Риме самый низкий показатель 2,8, в Лондоне 8,7. В Париже показатель превысил 14,8 единиц. А вот в столице России, Москве, в этот понедельник показатель 18,7. В Красноярске же 20 единиц. И все это соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Каждую неделю по вторникам в новостях седьмого канала мы анализируем, что у нас с воздухом. Потому что и вас, наши зрители, и нас самих интересует, чем мы дышим. До 15 тысяч рублей за занятия спортом. Такую сумму смогут вернуть красноярцы за затраты на активный образ жизни для себя и детей. Действовать порядок налогового вычета начнет уже с начала 2022 года. Однако для этого придется ходить только в разрешенные секции и центры. Кто войдет в список и как получить деньги, знает Ольга Шалик. Главный момент я настраиваю себе нужный мне вес для того, чтобы прокачивать определенную группу мышц. В спортзал Елена ходит три раза в неделю. За спиной у девушки спортивное прошлое. Семь лет она посвятила легкой атлетике. Однако из-за учебы и рождения ребенка увлечение пришлось ненадолго забросить. Возобновить тренировки спортсменка решилась год назад. Рассказывает, что фитнесом занимается с удовольствием. Сейчас выполняет силовые тренировки. Вернуться в зал заставила не только любовь к спорту, но и желание поправить здоровье и немного прибавить весе. Я плотно иду к своей поставленной цели. На данный момент чувствую позитивный настрой, улучшение самочувствия. Раньше очень болела голова в зоне шейных позвонков. Сейчас этого не наблюдаю. Ну и вообще, в принципе, здоровый образ жизни – это как основная цель должна быть у каждого. За последние несколько лет в залах прибавилось посетителей. За день может приходить по несколько сотен человек. Такую динамику отмечают тренеры. Рассказывают, что изменился возраст клиентов. Приходят люди от мала до велика. А стройная фигура больше не является основной целью занятий. Если раньше приходили, там два вопроса было – похудеть, убрать живот, и задницу накачать, мышцы накачать. Сейчас многие приходят с опросами поправить спину, стать, в принципе, более здоровыми, более активными, жить дольше, жить активнее и бодрее, веселее. С 1 января следующего года посетители фитнес-клубов и спортивных секций смогут возместить часть затрат. Нововведение коснется как взрослых, так и детей. За их походы в спортивные секции родители тоже смогут получить налоговый вычет. Для этого спортивным организациям необходимо соответствовать ряду требований. Например, в таком месте не должны работать любители. В штате организации необходимо наличие как минимум одного сотрудника с профильным образованием, не ниже среднего. То есть это высшее образование, это среднее специальное образование, либо это документ, подтверждающий прохождение программы переподготовки в объеме не менее 250 часов. Также организация должна входить в специальный перечень. Его в Красноярске сформируют до 1 ноября этого года. Поэтому, если компания в нем не указана, то и получение вычета будет недоступно. В Министерстве социальной политики объяснили, как назначаются выплаты по коммунальным услугам. Напомним, мы рассказывали о бачинской пенсионерке Татьяне Павловне, которой отказали в субсидии на оплату ЖКХ. Объяснили это тем, что летом платежи за отопление были низкими из-за новой системы оплаты за тепло. Сегодня в соцзащите прокомментировали, что отказали в субсидии только за прошлый месяц. И вот почему. Татьяна Павловна, ветеран труда Красноярского края. Из-за этого звания ей и так возвращают ровно половину счетов за коммуналку. А субсидию дают только в том случае, если размер оплаты превысил 22% от дохода. Учитывая, что размер платы, скажем так, снижен из-за того, что нет, например, расходов на отопление, поскольку это одна из самых дорогих услуг, то у человека может получиться нулевая субсидия. Но при этом, если это речь идет, например, у неработающего пенсионера, у которого из доходов только пенсия, то, соответственно, субсидия назначается на 6 месяцев. Это означает, что женщине не нужно снова обращаться в социальную защиту. Как только оплата за ЖКХ снова поднимется, субсидии тут же вернутся. Это касается всех неработающих пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан. А вот всем диспособным нужно прийти в социальную защиту и каждые полгода продлять право на помощь от государства. В Красноярске готовится уникальная премьера. Наши артисты по крупицам восстанавливают для мировой культуры старинный балет Цезаря Пуни, Катарина или Дочь разбойника. Зрители не видели его больше ста лет. У постановки буквально не было ноты хореографии. Зато сейчас в спектакле будет старинная пантомима и настоящее обрушение моста. Разговор с Сергеем Бобровым, художественным руководителем Красноярского театра оперы и балета, смотрите сразу после выпуска новостей в программе «Студия 7». Вы смотрите новости седьмого канала и мы продолжаем выпуск. В Сочи установили мировой рекорд в массовом бейс-прыжке. Это экстремальный вид спорта, в котором используют специальный парашют для прыжков с высоких объектов. 28 спортсменов прыгали с моста высотой 439 метров. Десятки парашютов завораживали зрителей, стоящих внизу. Приземлялись они прямо у берега горной речки, в Гальку. Это уже четвертый мировой рекорд этой команды. В 2019 году с этого же места прыгало 27 бейс-джамперов. Они отметили, что помогла погода. Напомню, с 8 по 10 октября в Сочи проходил фестиваль по этому виду спорта. Организаторы отметили рекордное количество участников – 65 человек. За три дня спортсмены совершили больше 800 массовых показательных и акробатических бейс-прыжков. Трудно передать словами, наверное, но в первые секунды, вот как есть выражение, душа отделяется от тела, наверное, вот это самое такое более-менее подходящее определение для этого. То есть в первые секунды, когда ты с экзита ушел, реально как бы души твоя нет, потом она возвращается, ты просто получаешь такие эмоции, которые остаются на всю жизнь. В следующем году в Крае установят еще 20 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения. И это дополнительно к тому, что в этом году их установили еще 40. Как работают эти камеры и пытаются ли их обмануть? Вот об этом и многом другом мы поговорим с заместителем руководителя Крудор Михаилом Быловым. Михаил Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Поставили 40, установят еще 20. В Крае достаточно ли сеть камер фиксации видеонарушений, либо их очень-очень мало? На сегодня у нас функционирует 106 стационарных рубежей контроля. Из них 51 рубеж разложен в городе Красноярске. И функционирует не менее 55 передвижных комплексов фото-видеофиксации. То есть у них дислокации ежемесячно меняются, то есть они в разных местах появляются. Рубежей недостаточно, система будет развиваться. В этом году мы запускаем 40 рубежей контроля, то есть они еще не запущены. В Крае? В Крае. 27 из них в городе Красноярске. И на следующий год 20 планируем в первом квартале запустить. То есть из них 19 в городе Красноярске и один Красноярский аэропорт Тараса, 9 километров. То есть в Красноярске, миллионном городе, будет 80 с лишним камер фиксации дорожно-транспортных нарушений, происшествий, да? А на Ваш взгляд, сколько должно быть всего в Красноярске? Ну вот хотелось бы Вам как специалисту. У нас плановое значение стоит 155 стационарных рубежей контроля. Это по всему Красноярскому краю. Скажите, а кто принимает решение, где, в каком месте появится камера? Камера в решении принимает ГИБДД. То есть камеры размещаются в очагах концентрации ДТП. То есть это тот участок, где за 12 месяцев произошло 3 ДТП одного вида, либо 5 ДТП разных видов с погибшими и пострадавшими людьми. Соответственно, в этих местах камеры размещаются. То есть просто так там от фонаря камеру никто не поставит. То есть это не Вы сидите, да, в кабинете решаете, что давайте поставим вот сюда камеру? Ну да, так это не работает. То есть это комплексная оценка, то есть по районам, краям. Ну понятно, что акцент делается на агломерацию, потому что интенсивность движения больше, соответственно, и аварийность выше. Ну это логично. Скажите, а с установкой камер снижается число ДТП, либо оно остается на каком-то одном уровне? Ну я вот на передвижных скажу. То есть мы как раз недавно анализировали за 20-й год. То есть у нас 49 рубежей контроля было передвижных, а стояли в очагах ДТП аварийности. Из них на 30 не совершено ДТП. Вообще не совершено? Да, ноль. То есть система работает эффективно, потому что водитель, когда видит камеру, то есть он какие-то меры принимает. Скорость снижает, начинает двигаться более аккуратно. Ну и опять же, если приходит штраф, то уже человек начинает понимать, что он лучше поедет с разрешенной скоростью, чем будет раскошеливаться. Ну конечно, в принципе у нас в 17-м году, когда мы стационары стали ставить, вот стопление это же показательный момент. Раньше же стопление это что было? Ну какая-то полоска нарисована. Все люди там выезжали, а сейчас посмотрите по городу. А также с пешеходами. Вот запустили два года назад мы на непредоставление преимущества пешеходу на нерегулируемом. Ну то есть тоже сейчас смотрим, ситуация выравнивается. То есть водители уже стали обращать внимание на это дело. Скажите, а водители же пытаются обмануть камеры? Насколько продвинуты, так скажем, сейчас те, кто пытается уйти от фиксации нарушений? Такое встречается. Что придумывают? Такое встречается, да. Придумывают разные варианты. Это спрей с пленки, либо, грубо говоря, чистая машина, но грязный номер. Машину помыл, номер пленочкой завесил, не помыл. Соответственно, номер грязный. Вот. В интернете смотрел, да, я сейчас встречал какие-то глушилки, камеры продаются за 1900 рублей. А не работают вообще? Да нет, не работают. То есть там какая основная логика? Якобы эта система глушит GPS-сигнал. А камере, как бы, GPS-сигнал, в общем-то, не нужен. Она обновляет свою позицию раз в пять минут. Если там даже теоретически что-то у нее заглушится, она свою работу продолжит. Вот. Так что, дорогие зрители, не ведитесь, если будут предлагать такие глушилки, не покупайте, не работают. Да. Так, еще что? И более того, у нас массив проанализировали, получается. 350 тысяч постановлений за сентябрь обработано было сотрудниками ЦФАП. Из них 50 встретились с видоизмененными номерами. Ну, то есть вот спрей, пленки там всякие, либо видоизменение букв, к примеру, букву АЭС докрасил, получилось букву АУ. А это спасает водителя, либо ваши специалисты, они... В том-то проблема, что не спасает. То есть она только усугубляет положение, потому что оператор смотрит фотоматериал, то есть он же в ручном режиме отсматривает, не машина смотрит, смотрит, ага, к примеру, марка и модель такая-то, а на фотографии совсем другая. То есть приближает, номер рассмотрел, вынес в отношении того водителя, который видоизменил номер, и более того, потом он передает ориентировку нарядам ДПС, и в случае, если такого водителя наряд ДПС остановит, то к нему будут примены меры административного воздействия за видоизменения номера, а это 5000 штрафов и лишение на срок. И лишние проблемы, да? А сколько всего операторов трудится над тем, чтобы вылавливать, в принципе, тех, кто нарушает правила, судя по видеофиксации? У нас предобработка, предварительная обработка штат 20 специалистов, а в ЦАФАПе не могу подсказать, но, по-моему, порядка 13 человек было, то есть мы не курируем штатную числу ЦАФАП, соответственно, могу ошибаться. Скажите, а это ваши специалисты решают, где было нарушение и какая машина нарушила правила, либо кто-то другой решает? Нет, это... Расскажите, как это работает. Комплекс работает в автоматическом режиме, то есть он нарушение выявляет в автоматическом режиме, то есть сотрудник никаким образом не... Человеческий фактор исключен, да? Да, то есть он не влияет на принятие решения комплексом. Вот, то есть бывают просто какие-то технические ошибки, к примеру, там, светофор чем-то закрыл, либо еще что-то... Для этого нужна, соответственно, предъявительная обработка, чтобы не вынести в отношении невиновного штраф. Или скорая помощь, например, где-то приезжала, он был вынужден уступить. Вот, затем информация перейдется в ЦАФАП. Ну, ЦАФАП там уже своими проверками, то есть у них информации более много обладают, вот, уже принимает решение о вынесении. Ну, судя по вот последним, там, нескольким месяцам, довольно быстро это происходит. От нарушения до письма счастья на электронную почту может пройти всего, там, дня два, например. Да, это быстро происходит. Получается, мы подключили в 2019 году сервис электронные заказные письма, то есть если человек дал свое согласие на получение заказных письм на портале государственных услуг, то теперь ему письмо в бумажном виде не приходит. То есть с момента вынесения, правильно сказали, проходит не более чем более двух дней. Михаил Андреевич, а если человек не согласен и на самом деле не было нарушения правил дорожного движения, но, тем не менее, пришло письмо счастья, что нужно делать? Потому что вот по собственному опыту и по опыту, там, своих знакомых, я знаю, что люди просто не хотят связываться. Слишком долгая какая-то цепочка, куда-то писать, идти, что-то доказывать, разбираться. Махнули рукой, заплатили там половинную стоимость штрафа и так далее. Что делать, если пришел штраф, но ты с ним не согласен, и ты, в принципе, можешь доказать свою невиновность, хотя бы попытаться? Поскольку это реально? Брянская, 23, это центр фиксации административных правонарушений. То есть туда можно прийти, жалобу написать, сотрудник рассмотрит. Более того, он может показать видеоматериал, потому что в письме же только... И объяснить, что на самом деле... Только фотоматериал бывает, непонятно, что я, собственно, нарушил. А когда видеоматериал отсматриваешь, то приходит понимание уже, что нарушил. А в вашем алгоритме бывают ошибки, когда действительно там сработало что-то не так, пришел штраф, а человек не виноват? Или такое исключено? Ну, такого я не встречал, исключено. Комплекс — это же поверенное средство измерения, имеет поверку. То есть он не может ошибаться. Но если даже в случае каких-то подозрений, что комплекс работает некорректно, такой комплекс выводится из эксплуатации и проходит неочередную поверку, где подтверждает свою работоспособность. Вот особенно летом в окрестностях Красноярска было несколько случаев, когда вандалы выводили из строя камеры и тем самым, давая зеленый свет другим, превышает скорость и так далее. Часто ломают камеры? Боруют? В 2020 году у нас 16 было таких историй, а в 2021 — 4 пока. Но вот здесь два раза царстанара стреляли из ружья. И частенько случается на самом деле. Виновных находите? И операторам вред здоровью применяют, то есть те, кто стоят с передвижными камерами. Да, то есть реагируется быстро, то есть сразу звонок в полицию, полиция уже отрабатывает. Виновных, как правило, находит. Вот, к примеру, у нас в апреле 2020 года гражданин напал на оператора, прибор повредил, ну, прибор вывел из строя. Нашли его, определили, поймали. Суд вынес решение в феврале этого года. Два с половиной года колонии строгого режима, миллион компенсаций за прибор и оператору 35 тысяч за здоровье. Подытоживая наш разговор, насколько важно и насколько полезна все-таки эта тема, установка камер видеофиксации нарушений ПДД? Ну, тема эта, безусловно, полезная. То есть ключевое – это повышение безопасности дорожного движения, как там бытует мнение, якобы система строится для сбора штрафов с населения. Но это не так. То есть ключевое – это безопасность дорожного движения. И на примере передвижных средств фото-видеофиксации я уже говорил, что система работает достаточно эффективно, показывает свою эффективность. Спасибо. И напомню, в гостях у нас был заместитель руководителя Крудор Михаил Былов. И теперь информация о погоде. В среду 13 октября в Красноярске облачно, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 мм артутного столба, ночью 6 градусов ниже нуля, а днем плюс 1. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео, текстовые сообщения на наши вайперы в WhatsApp номер 8 391 2 900 333. А также оставайтесь с нами в социальных сетях. С вами была Наталья Жабыка. Всем самого доброго. Ну, а прямо сейчас в программе «Студия 7» разговор о подготовке к уникальной премьере. Вдруг театра оперы и балета Сергей Бобров расскажет, как артисты по крупицам восстанавливают для всей мировой культуры балет «Катарина» или «Дочь разбойника». Продолжение следует...